Вчера как раз как-то обсуждали на бэкстейдже, вот с чем у кого ассоциируется новая волна. И я сказала, ну да, вот для меня это, например, вот эти знаменосцы каждый год, из года в год. Игорь Крутой, безусловно, Александр Ревзин. Ну и забыла же Легостаева, а сегодня увидела, думаю... А ведь он неотъемлемый атрибут новой волны. Да, вот распоследняя, я моря... Какая волна без Легостаева? Да, а какой у нас эфир без Легостаева? Ежегодно у нас, слава богу, любименький наш коллегушка, наш добрейший души человек. Человек, на передаче которого... Близкий друг. Мы росли, не хотим обидеть, да? Ну так и было же. Выросли со старец, а он вечно молодой, красавец, пришел к нам своими собственными ножонками, звездами, компетентного музыкального критика. Вообще, что там скрывать акулы-пера, как мы все знаем, великолепный журналист Илья Легостаев. Здравствуйте. Добрый день. Где адрес, где вы, да, вот и вы в частности, вы лично, вы берете эти молодильные яблоки, я не пойму. Я его скрываю. Да, ну вот, как не увидишь. Ну как бы смутительно так можно хорошо выглядеть уже действительно. Ну, я не знаю, у меня есть ощущение, что все-таки это какая-то генная болезнь, потому что у меня вот там маме уже за 70, вот, а он так довольно бодро выглядит. Я не верю, потому что Гаспарян тоже ходит как этот замаринованный. Да. Вот вы вдвоем из одной тумбочки эти яблоки, по-моему. Ну, может быть, у него тоже как-то вот все это передается по наследству. Сложно сказать. Но нужно сказать, что я, конечно, там присматриваю за тем, что я там ем. Все-таки. И во сколько, да. Здоровый образ жизни ведете? Да, я стараюсь. Вот приходится иногда выпивать, потому что не выпивающие журналисты выглядят подозрительно. Вот. Но я, в общем, как-то, конечно, пытаюсь вести даже здоровый образ жизни и, ну, спать, что ли, побольше. Так, трезвый журналист, он же живет без вдохновения. Муза же, она наперегар, мы же знаем. Она же, да, она же как-то так всегда летит. Вот. Ну, нужно быть с этим поаккуратнее. Выбирать хорошие напитки. Естественно. И хорошую компанию. И хорошую компанию. Поэтому нас, Элеонора Илья, это не зовет. Каждый год в Юрвале приходит, там улыбается и ни разу не предложил выпить на брызеша. Вот так. Видишь, какой человек. Главное, что он сам к нам все-таки пришел. Это правда. Слава Богу, да, большое вам за это спасибо. Ну что, очередная новая волна. Тринадцатая, между прочим. Счастливая. Есть какое-нибудь, да, там, суеверное, что-нибудь, предубеждение, шепчутся ли по кулуарам? Тринадцатая, тринадцатая. Все не так или там все так? Ну, так, чтобы прям все на этом заострялись, я пока не заметил. Хотя вот, Игорь Крутой отметил, что мне никогда не нравилось это число. Да. И как, бабахнуло. И, возможно, это взаимно, да. Да, да, да. Вот, так что. А так нет, пока все спокойно, потому что, в общем, солнце светит, море плещется, и музыка звучит. Это всегда очень радует, тонизирует и придает какую-то уверенность в будущем. Только наклевывается тогда как-то правомерный вопрос. Ну, мы-то знаем давно, знаем тебя, и знаем, что, ну, ладно, Крисов Давыдович, ты хорошо относишься. А Валерию с Пригожиным, Газман, ну, так, недолюбливаешь, радовался. Знаем, когда узнал эту новость, что их не пускают. Не, а если серьезно, вот, как прокомментируешь? Твои ощущения, когда ты об этом узнал? Что говорят в кулуарах? Подкрасила ли волну вообще в целом? Ну, для меня это не было таким-то секретом или сюрпризом, потому что я, в общем, понимал, что у Латвии есть довольно внятная политическая позиция, и они делают внятные шаги, когда ее пытаются всем объяснить. Вот, и нечто похожее должно было случиться рано или поздно. Можно было ожидать. Да, я совершенно не удивлен, вот. Но, на мой взгляд, конечно, трудность одна только вот в людях, которые недополучили артистов, на которых они, может быть, шли. Вот, собственно, и все. Режиссеры, звукорежиссеры, они как-то сориентировались, много изменили сценарий концерта, и я думаю, что в зале, ну, для большинства это не будет сильно заметно. Хотя, конечно, это неприятно, потому что, в общем, они готовились, они готовили песни, они готовили там что-то еще. Костюмы, аранжировки, да. Вот, они хотели встретиться с публикой, вот, но не получилось. Но очень хочется всегда разграничить, конечно, музыку и политику, вот. Но в современной политике, к сожалению, очень много ненависти, и эту границу провести сложно. Поэтому к таким вещам нужно быть готовым и всегда думать, что вы говорите, когда перед вами микрофон. Ну, послушай, ну, а с другой стороны, ведь как-то глупо получается, ну, не пускать человека в страну только из-за его политических взглядов, ну, это как-то неправильно, у нас же демократическая страна, как будто. Ну, вот читать человек так, ну, что ж его за это пинать? Ну, условно, ну, как будто, не знаю, может, я не права. Ну, я думаю, что, может быть, конечно, это не совсем гуманное решение, вот, но оно объяснимое. Оно объяснимое тем, вообще, как развиваются сейчас события в мире и тем, как реагировать страны Евросоюза на некоторые вещи. Вот, кому-то эта реакция может казаться чрезмерной, а кому-то вполне логичной и последовательной, потому что есть позиции, которые нужно отстаивать. А ты, как журналист, вообще сам понимаешь, что на Украине происходит? Вот у тебя есть какая-то четкая позиция какой-то по этому вопросу? Я не очень понимаю, что происходит, потому что идет огромная информационная война. Очень сложно понять, кто там что делает, кто там в чем виноват и с кем вообще нужно разговаривать, чтобы все это прекратилось. Да, вот в том-то и дело, вообще ничего не понятно. Ладно, вернемся к счастью. Да, верного неба над головой, да так уже происходит, что все это прекратилось, конечно же. Из-за тех, кто в море, это третий тост по традиции, это все понятно. Ну, кстати, участники из Украины же, тем не менее, смогли приехать и представлять свою страну, да? Да, они смогли приехать, вот, они в прекрасном настроении. Вот, я очень надеюсь, что они здорово выступят, потому что украинцы умеют делать поп-музыку, придавая какой-то вот свою лоскву, и вчера на концерте Иван Дорн доказал. Да. Прекрасное выступление, на мой взгляд. Хорошо было, очень. Да, было очень здорово. Я надеюсь, что они дадут жару обязательно. А правильно ли понимать, что в силу каких-то непонятных, может быть, причин, а может быть, понятных, как ни странно, украинский шоу-бизнес, вот, эстрадной музыки, что называется, попсовой, он по какой-то причине, ну, или выглядит со стороны, как будто он даже в чем-то более развит, или более европейский, чем несколько такой вот классический шоу-бизнес российский. Они круче. Да? Они круче на порядок, потому что у них как-то вот в стране есть такой спрос на музыку. Там радиостанции, они охотятся за хитами. Вот, там очень много программ типа «Х-фактора», где рождаются таланты. То есть там есть на это спрос, они в этом заинтересованы, и артисты могут себя самореализовать. Вот, в России музыкальный рынок в последнее время очень конвейерно и схематично действует, потому что на каждой радиостанции вам скажут, нам не нужны новые песни, потому что здесь хорошие и старые. Вот, это очень тормозит развитие, поэтому новые лица и новые направления появляются с большим трудом. И не всякий раз выживают, потому что, ну, для этого нужна очень такая серьезная финансовая подпитка. Так что, ну, все, конечно, надеются на какие-то вот там международные телевизионные проекты, типа «Голосы», и даже оттуда же за Россию выступает один человек. На Дареве, да? Да. Посмотрим, посмотрим, как это будет работать, потому что с точки зрения телевидения это хорошо, но дальше никакого движения не происходит, потому что, конечно, выступить на телевидении – это одно. Спеть чужой хит – это здорово, но это одно. Создавать самому музыкальную ткань – это вообще другой вид спорта. Вот, и поэтому люди, которые выходят из успешных телепроектов, с уверенностью, что у них сейчас все будет на мази и покатиться, они рискуют получить обратный эффект, потому что заниматься своей собственной музыкой – это ежедневный, очень тяжелый труд. Особенно, если эта музыка авторская исходит от вас. Я думаю, что Иван Дорн это подтвердит. Но, тем не менее, «Новая волна», конечно, такое очень классическое, олдскульное даже мероприятие в этом году, видимо, от «Старой добрые времена». Мы их всех вспомним, Алла Борисовна приехала, все так по-старому, как мы привыкли многие годы. Почему же так рвутся все равно конкурсанты участвовать? Очень многие в «Новой волне», причем совершенно не попсовые, из разных жанров. Что дает им «Новая волна», тем не менее? Ну, прежде всего, конечно, это возможность посмотреть на других, возможность оказаться в гуще шоу-бизнеса, как-то, может быть, с кем-то поговорить, спросить совета. Это контакты, это все хорошо. Артист не должен вариться в собственном соку, он обязательно должен видеться с коллегами и выступать. Вот. И тут у них есть возможность три раза выйти на сцену, быть уверенным в том, что это хорошо прозвучит, это будет хорошо выглядеть в телевизионной картинке, и, ну, это отличная тренировка. Это отличная тренировка и небольшой тест на то, насколько вообще ты готов этим заниматься дальше. Если это окрылит, кому-то даст какой-то толчок у себя на родине, может быть, на какой-то другой стране, то это будет очень здорово. Так что будем надеяться. А есть такое понятие «фаворит Аллы Пугачевой». Каждый раз, да, все, ну, вот, когда она приезжает, все надеются, с одной стороны, что вот на них падет ее внимание какое-то, что она выберет себе фаворита. В то же время все это как-то шутливо, как-то, не дай бог, открещиваются, что, возможно, это как-то в какой-то жанр их узконаправленный направит, и вот они не смогут там развиваться, как им хотелось бы. Что дает действительно внимание примадонны российской эстрады? Это большой успех или следует, может быть, в чем-то опасаться даже молодым музыкантам? Ну, я думаю, ничего не нужно опасаться. Опасаться нужно момента, когда не будет сочиняться музыка. Вот этого нужно действительно опасаться, когда будут пустые концертные залы. Внимание примадонны, ну, во-первых, это какие-то деньги, насколько я понимаю. Да, что уже неплохо. Ну, а потом, когда к вам подходит такая дама и хоть что-то вам говорит, это уже, наверное, говорит о том, что вы в этой профессии имеете шанс самореализоваться. Потому что, ну, на кого она внимания не обратит, правильно? Вот, потому что я понимаю, что для многих конкурсантов Алла Борисовна такая графа Дияма, которая такая прекрасная, издалека, и они совершенно не готовы к тому, что она вдруг окажется рядом, заговорить с вами. Вот, но нужно быть готовым и к этому. Поэтому я думаю, фаворит мой будет какой-нибудь участник из серии «О, боже, какой мужчина». Да? Может быть, итальянский мачо, или, может быть, голосистый грузинский парень, выступающий за Россию. Так что, вот, кто-нибудь в этом роде. Я так думаю. Итальянский-то пообаятельней. Слегка, не хотел обидеть. Вот заодно и посмотрим. Да. А что вообще про участников? Кого ты видел? Может быть, что-то слышал? Может быть, кто-то что-то обсуждал? Вот на кого, может быть, какие-то ставки делаются? Кто больше нравится? Ну, вот, вокруг итальянца есть движуха. Да-да-да, он хороший. Как-то появилось. Все хотят итальянца. Как вот в том году вокруг кубинца возникла движуха, так и тут, вот, так что мне кажется, что у него есть шанс что-нибудь додостичь. Естественно, ажиотаж – это одно. Другое дело, что человек должен выйти на сцену и начать, собственно, что-то делать. Потому что, если помните, был невзрачный вьетнамский парень. Да-да-да. Вот, но он вышел на сцену, и все выяснили, что он просто фокусник настоящий. Обладатель Грэмми, да? Да, что просто очень круто. Вот, так что, может быть, и в этом году нас ждут сюрпризы. Очень хочется всякий раз быть таким неожиданно очарованным или, может быть, неожиданно разочарованным. Это же все-таки шоу-бизнес, тут продаются эмоции, поэтому здорово, когда есть движение. Кубинец выиграл в прошлом году, победитель, всеобщий фаворит. Как сложилось? Заметно ли как-либо в российском шоу-бизнесе его присутствие? Был ли он где-либо? Потому что по телевизору его практически вот мы не лицезрели. Нет, пока не так толком не заметно. Я думаю, что он довольно успешно выступает в Германии на мероприятиях разной степени размаха и разной степени влажности. Но он говорил, что он по России очень много гастролировал, кстати. Гастролировал? Да, 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 он сказал. Вот как-то в эфир это пока не попало. Но если у него есть гастроли и нет эфиров, то ни в коем случае нужно расстраиваться. Это говорит о том, что это настоящая анендутая популярность. То есть всякий раз, когда человек все время живет в ящике, но не сможет собрать и 500 человек, это немножко гипертрофированный момент. А он, значит, не занимается делом. А в прошедшем году Дель Торос сказал так, Кель Торос, он сказал, я ел очень много борща и пельменей. То есть, видимо, в Сибири тоже побывал, да, то есть наездился. Но надо ли таким, все равно, вот таким, простите за это слово, экзотическим, далеким от нас участникам давать вот это первое место? Справедливо ли это? Потому что мы привыкли, все-таки это бывший СССР. Пусть это какие-то республики, но какие-то все наши в прошлом близкие родные люди. И тут приезжают в прошлом году кубинец, в этом году вот светит что-то, возможно, итальянцу. Надо ли отдавать победу куда-то в какие-то страны? Принесет ли это счастье? Дело в том, что несмотря на то, что в жюри сидят такие серьезные тети и дяди, многоопытные и так далее, они все равно музыканты, и они поддаются очарованию. То есть нельзя пройти мимо того, что здорово. Все говорили, что латвийская группа «Космос» — это предельно странные типы. Очень сложно понять их динамику движения вперед. Но нельзя быть неочарованными, и поэтому они выиграли. Так будет и в этот раз, я думаю, потому что конкурс может быть слабым или сильным. Но всегда найдется человек, глядя на которого, сразу станет. Вот он, наверное, все-таки достоин. Главное, внятно выступить и посмотреть, и найти этого человека. А вот Илья, я вообще человек такой довольно добрый. Ты вот как освещаешь конкурс? Ты вот любишь зацепиться за что-нибудь, какую-нибудь там, не знаю, курьез, неприятность, там, слух? Или ты как-то вот излагаешь все достоверно? Ну как же без гадости? Она тонизирует обязательно. А что, какую гадость ты заметил за эти дни? Или пока еще ничего не случилось? Ну, вроде пока все нормально. Конечно, очень сильное внимание к шортам Филиппа Бедроса печали. Да, вот что ты думаешь об этом прекрасном костюме? Вот, но все говорят, что он скоро превратится в кончиту вурст. Может быть, люди торопят события, но это странный выбор, честное слово. Если это был какой-то совет доброжелателя, то это не доброжелатель. Хотя, что характерно, я вчера его видел после концерта, он очень хорошо был оден после. У него такой красивый, притальный пиджак, он очень так внятно, по-современному, по-городскому выглядел. Но вот на сцене, ну, Филипп всегда знает, что ему делать на сцене. Вот, он, в общем, за вот это пространство отвечает всеми своими частями тела. Он, видимо, внутренне с ними уже чувствует, как ему нужно с публикой разговаривать. Ну, виднее. Конечно, тем более из такого. Прекрасные тирольские шорты. Мне, например, очень понравились. А во-вторых тоже, нет, я мне очень, например, понравилась. Я люблю мужчин в шортах и в юбках, и в платьях. Я уже привыкла и с бородой мужчин, вернее, женщин. Нет, просто вот, например, очень много было красиво одетых артистов вчера. Ну, просто классические как-то какие-то платья и костюмы. Кто о них сегодня говорит? Да, конечно. А Филипп, друзья, порвал информационное пространство. Это самые шорты, да. Да, ничего такого не сделала, а все о нем говорят. А что вот Кончита, все-таки упомянули Кончиту, разбросала, да, Кончита-то всех по сторонам лагеря? Как-то вот прям после Евровидения? На мой взгляд, конечно, Евровидение – это вот такая немножко профильная аудитория для подобных артистов. Вот. И успех во многом прогнозирует. Был прогнозируем, потому что, ну, конечно, за нее профильная публика стала бы голосовать. И делать это просто сумасшедшими темпами. Вот. На мой взгляд, у нее была какая-то очень странная драма на сцене. Потому что вот подобные номера, они должны быть такие очень веселыми. Это должна быть шутка, бурлеск страстей, вот какие-то вот танцы, овелся у вайф и так далее, и так далее. Вот. А тут вот эти вот заламывания рук, то есть на меня это не впечатлило совсем. Мне больше понравился инди-фолк от голландцев. О, да. Отличная песня, на мой взгляд. Вот. Но здесь сразу было понятно, что вот есть какой-то вектор движения, и куча людей готовы именно вот из-за того, что это вот такой артист, на него проголосовать. Ну, просто вы не женщина с бородой, вы не понимаете всех тягот. Да, у меня крайне невнятная растительность на лице, если честно. И слава богу, мы считаем, что вы не в тренде в этом сезоне, но молоды и прекрасные лет. Слушайте, а вот смотри, ты приезжаешь сюда ведь уже много лет подряд, а у тебя есть какие-то вот все-таки любимые местечки, которые ты вот обязательно посещаешь вот здесь у нас? Или прогуливаешься в этом месте, или может кафе какое-то у тебя любимое здесь есть? Или куда-то съесть надо что-то такое, которое именно у нас подается? Ну, мне очень нравится, конечно, пляж, потому что это совершенно удивительное атмосферное место, хотя как бы море, может быть, не совсем подходит для купания, там оно бывает холодным или там совсем мелким и так далее, вот. Но он настолько тесно вплетен в городскую среду, настолько он является естественным продолжением городского настроения, вот, что не пристить его просто невозможно. То есть я понимаю, что люди, которые там часто ходят, они, ну, практически живут там. То есть это отличный способ снять стресс, вот, поветрить голову, вот. Это вот то, мне кажется, ради чего очень многие приезжают в Европу, потому что именно сама природа, которая тебя подхватывает, уже на вокзале в Риге даже, вот. Ты понимаешь, что это вот место, где можно расслабиться очень быстро, прийти в какое-то вот такое более-менее приличное состояние. А как выглядит рабочий день Лилии Гастаева на новой волне? То есть с утра проснулся, сходил на пляж, пообедал, пошел на концерт, мухнул на автопати, утром встал, значит, на перегар... И сподозрительно обо всем воспитоминались. На перегар заманил музу, написал статью, отправил, приели, пошел дальше. Как-то так? Ну, это более такой романтичный, конечно, способ объяснить, как я здесь живу. Мне бы хотелось так вот, но случается еще отвлекаться. Я, по всему прочему, главный редактор журнала, вот, и поэтому должен дистанцированно его выпускать, читать тексты, беседовать по телефону с авторами, с фотографами, с дизайнерами, бла-бла-бла. Вот, так что есть еще вот такое вот дело, которое тоже занимает немалое количество времени. Вот, но как только я понимаю, что можно, что сейчас можно встать из-за компьютера, я моментально сваливаю на улице или на пляже. А этот журнал, он какой-то тоже профильный по искусству и творчеству? Это ТВ Гайд, он называется МК Бульвар, он выходит в Москве, там телевизионные программы, ну и всякие звездочки в нарядах и все такое прочее. Это очень ответственно. Отнимает некоторое количество времени. Надеемся, да, это хорошо вам платят. Смотря с чем сравнивать, вот, но я считаю, что зарплата, она для того и придумана, чтобы быть ей недовольным. Это точно. Поэтому приходится подрабатывать, честно скажу. Мы вас прекрасно понимаем, купите кубик 100 евро. Очень красивый. Очень хороший святер. Специалисты, надя, наших московских гостей. Да, да, да. Вот димпингуем по страшному. Нужен кубик со стразиком, да? Да. Вот когда сюда придет Филипп Бедросович, мы снимем, не скажу откуда и наклеим. У меня есть один предмет одежды, на котором они есть сегодня. Спасибо, друзья. Страшно предположить. Да. Илья, ну мы очень рады тебя видеть были, на самом деле, как всегда. И знаешь, если у тебя будет возможность уже по окончании конкурса к нам забежать, ну, суббота-воскресенье с такой вас. Какую аналитику такую, да. Чтобы провести, поделиться впечатлением, мы будем очень рады тебя видеть. Я с большим удовольствием. Если все мы будем живы и здоровы, вот, то обязательно встретимся. Это был Илья Олегастаев, наш друг постоянный, человек, с которым мы дружим и правильно делаем. Видишь? Да. Да, глядишь, вот отсюда и переедем в столицу. И тоже будем звездочек с тобой фотографировать, будем созваниваться лишь каждый день, да, макеты утверждать. И наконец-то получать московскую зарплату, коллега. Прекрасный план. Огромное спасибо, Илья. Приходите к нам еще. Спасибо.